Перспективные руководители, управленцы и просто лидеры. Шестеро дагестанцев пробились в финал конкурса «Лидеры России». Поздравил с показательными результатами жители республики мэр города Салман Дадаев. Торжественное мероприятие по случаю участвования участников проекта прошло в одном из столичных заведений. Там побывала и наша съемочная бригада. Лидерами не рождаются, ими становятся. Эти слова для них уже стали мотивирующим девизом. Их шестеро от Дагестана, сумевших пробиться в финальную стадию конкурса «Лидеры России». Традиционно в Дагестане с размахом чествуют спортсменов. Но в этот раз торжественное мероприятие было посвящено специалистам иной сферы деятельности. Торговый дом Кирго организовал праздничный вечер в их честь. Поздравить с хорошим результатом на конкурсе его участников пришел мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Наши ребята и болели за вас, зная, что заняв эти позиции, получу дополнительные возможности для вашего образования. Вы получите свои компетенции, и, конечно же, вы будете полезны ресурсами. Те знания, навыки, которые у вас есть, которые мы дополнительно развили там. У нас в планах есть проявление конкурса по отбору руководителей и украинских адов в город. Я очень надеюсь, что вы примете в этом участие, непосредственно участие, поможете нам в отборе именно тех ребят, которые обладают нужными компетенциями для городского управления. Победить, к сожалению, не удалось. Но победа, как отмечают конкурсанты, не столь важна, как полученный опыт и навыки за время участия в конкурсе. У каждого из них своя идея, которую они мечтают воплотить. Финалисты провели видеопрезентацию проектов, а также поделились впечатлениями о конкурсе. Я расскажу вам о времени нашей команды и северных штабов-разглавающих. Во-первых, я хочу благодарность. На самом деле, хочу дать огромную благодарность руководству, руководству. Человек, который приехал в нашу иступку, все время работают в ней и проверяют такие человеческие качества, которые мы имам даристан. Некоторые даристанции, возможно, у вас получится, Алексей. Вы вызываете мне огромное уважение. И, конечно, я хочу дать огромную благодарность руководству города, который сегодня с нами. Очень приятно будет слушать слова вашей поддержки. Один из финалистов, сотрудник торгового дома Киргу, представлял на конкурсе проект «Чистая вода», основная цель которого – защитить водные ресурсы республики, а в частности, черкейское водохранилище. По словам Алексея Фадеева, выбрать именно это направление он решил из-за массовых случаев загрязнения воды. Проект «Чистая вода», как я говорил ранее, он связан с некой личной ситуацией, потому что была такая трагедия, которая произошла в октябре 2016 года, больше, чем два года назад. С тех пор, собственно говоря, возникла задумка, а так как для конкурса «Лидеры России» это было неким условием, в финал проходил только тот, кто сделает большой яркий проект, но, собственно говоря, я решил это организовать уже в рамках конкурса «Лидеры России», и это получило достаточно большую поддержку общественности. Очень здорово. В ходе мероприятия всех финалистов конкурса «Управленцев Лидеры России» наградили денежными сертификатами от торгового дома Киргу. Далее слова поздравления в адрес финалистов конкурса «Лидеры России» были сказаны директором торгового дома Киргу. На самом деле, я хочу сказать, что вы в той крайне важной проекте, в масштабах страны, в лучшем случае подставили до места. Спасибо вам большое. Напомним, что «Лидеры России» – проект, направленный на выявление и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Абдулла Алиин Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.